Миллер, глава Газпрома, сделал заявление. Более того, даже подробно его расшифровал в программе Вести в субботу. Сланцевый пузырь в США скоро лопнет, никакого риска тобычи сланцевого газа он не видит. Соединенные Штаты остаются газонедостаточной страной. И еще у нас есть точно такие же технологии. Я начну сначала. Когда два или три года назад господин Миллер и их министр Шматко, который заявил, что сланцевый газ в США окончится через 13 лет, то есть перепутав дебет скважины запасами газа, это было нормально. Но новая технология, но люди не поняли. Пытались морочить голову, в конце концов обманывали политическое руководство страны. Но тоже дело. Сейчас непонятно, кого они вообще обманывают. Он похож на контуженного маньяка. То есть президент поручил им разработать стратегию ответа на сланцевую революцию. Причем там четко указано учесть риски. Президент говорил об опасности сланцевой революции. Нет, говорит Миллер президенту. Да ничего в голову не морочите. Да нет, нифига ничего нет. Соединенные Штаты добывают, о чем Путин сказал, 214 миллиардов кубов сланцевого газа. Значит, Америка нашим конкурентам неизвестен. Ни один проект в настоящее время, где рентабельность на скважинах добычи сланцевого газа была примерно положительного значения. Абсолютно все скважины имеют отрицательное значение. Огромное количество компаний крупных. Бридж Петролиум, Монодарка, Шелл. Есть компании вообще на газе, созданные и на нефти уже сланцевой. Типа Чизопика, имеющую капитализацию больше нашей Роснефти. Добывают этот газ. 214 миллиардов кубов газа в год добывается. Все нерентабельно. Огромное количество мелких компаний из трех человек, из пяти. Все какое-то сумасшествие, наверное. Каким образом Соединенные Штаты с этим справляются, да? Значит, при этом, опять же, вранье, прямое вранье. Соединенные Штаты не импортируют газ. Весь этот газ теперь, который предназначался Соединенным Штатам, идет на европейский рынок, где вытесняет газпромовский газ и опускает цену. Значит, Соединенные Штаты приступают, уже сейчас приступили на начальном этапе, к экспорту газа, в том числе для того, чтобы сдержать падение цен на газ в Соединенных Штатах. Это невыгодно. Компаниям они действительно очень большие деньги вложили. Им это падение цен на газ невыгодно. Сейчас цены на газ на внутреннем рынке США значительно ниже наших внутренних, Газпромских. Соединенные Штаты получили колоссальное преимущество в виде дешевой энергетики, которую они сейчас активно пытаются использовать. Американцы дают 10 тысяч долларов водителям большегрузных грузовиков для того, чтобы перевести их с дизеля на газ. При том, что газ дешевле. То есть, они ускоряют эту сланцевую революцию. Только одному Миллеру это непонятно. И совершенно уже потрясающее психоделическое заявление. Это просто какой-то энергетический кудрин получается. У нас есть точно такие технологии. Газпром, например, добывает газ из угля в Кузбассе. Но это, ребята, вообще улет. Но это опасно. Опасно, когда, значит, неграмотный сумасшедший возглавляет крупнейшую в России компанию. Я хочу напомнить, Газпром был самый лучший, самый мощный российской компанией. Единственной российской компанией в свое время мирового уровня и класса. И мы многие, вот мы, мои коллеги там, спасибо Виктору Степановичу и Жаннулину, боролись против либерастов, чтобы не дать этот Газпром расщепить. Потому что это было действительно орудие российской политики. У нас оставалась ядерная бомба и оставался Газпром. И мы могли какие-то свои интересы с помощью них отстаивать. Ситуация меняется. В том числе, она меняется с руководством Газпрома. Сейчас во главе компании стоят опасные сумасшедшие. Потому что даже дезинформировать сейчас на фоне статистики мировой уже никого нельзя. Это уже не два года назад. Люди, которые возглавляют Министерство энергетики России. Люди, которые возглавляют крупнейшие компании. Не все. Например, с Роснефтью все в порядке там. Игорь Иванович все понимает прекрасно, да? Еще лучше все и давно понимает Лукойл. Вот они бы с Федуновым по поводу этого Газа поговорили. Американского и всякого другого, да? Вот. Знакомый, между прочим. Так вот, крупнейшую российскую компанию возглавляет опасный, сумасшедший, превратившийся просто в прямую угрозу национальной безопасности. Такое впечатление, что он в сумасшествии сразился от своих катарских братьев, с которыми он пытался устроить газовый альянс. То есть Газпром системно загоняет в Россию в ситуацию, в которой она начинает... То есть это просто угроза национальным интересам. Прямая, да? С этим надо что-то делать, потому что, ну я не знаю, может быть, врача вызвать там. Владимир Владимирович уже однажды вызвал врача, да? Здесь нужен просто не врач, здесь бригаду нужно винтить, психовозку просто, на самом деле. Ну, ну просто, ну какой-то абсурд полный. Люди не владеют, но если он считает, что мы, добывая, значит, из угольных разрезов газ из угля и владеем технологиями добычи сланцевого газа, то есть фрекингем, то есть то, что называется ступенчатым гидроразрывом, значит, он просто, его надо, ну срочно, ну лечить надо человека, да? Я не понимаю вообще, на каком основании существует компания, которая, значит, систематически наносит ущерб российским интересам. Они из-за вот этой вот самой идиотской политики ценовой теряют Европу и будут ее терять. Кстати, куда делся Штокман, который для американского рынка предназначался, нет Штокмана и не будет Штокмана, потому что он не нужен, да? И не будет южного потока, и не надо людям голову морочить, потому что его нечем наполнять. И должна была быть программа сжижения газа, колоссальная в России для того, чтобы использовать, диверсифицировать рынки, для того, чтобы могли перебрасывать наши объемы газа из одного места в другое, не быть привязанным трубой к потребителям, которые теперь они, вот в отличие от прежнего времени, теперь они-то имеют совершенно любые альтернативные источники, начиная от поставок сжиженного газа, постоянно возрастающих, и кончая возможностью организовывать добычи сланцев. Понятно, конечно, что успехов американских мало кому удастся повторить быстро, потому что в Америке колоссальная инфраструктура, во-первых, опыт, во-вторых, технологий, которых у господина Миллера нет. Нет у них, тем не менее, он врет, просто врет, нагло врет. Вот. Хотя могли бы быть, потому что в основе процесса, кстати, достижение советских ученых-специалистов, и горизонтальное бурение. Идроразрыв использовал с нами еще давно, но не в таких целях и не с такой экономикой. Значит, последнее замечательное заявление, что сланцевый газ Газпром не интересует, а Газпром интересует сланцевую нефть, и они готовы ей заниматься. Это заявление вообще носит полууголовный характер. Потому что понятно, что Газпрому сланцевый газ не нужен, потому что ему нужна цена. Газа у нас так достаточно. Но существуют локальные места, где добыча сланцевого газа, там, где нет трубопроводов и так далее, могла бы обеспечить локальные энергетические задачи. Потому что этого газа у нас, естественно, больше, чем у всех в мире. Вот. И проблемы с наличием месторождения сланцевого газа в России точно не будет. Вот. Но это не интересует Газпром. Зачем ему это? Зачем? Вот. Нужно кошмарить государство, оправдывать нечеловеческие, совершенно запредельные издержки при добыче, неприличные, да? Вот с неприличными издержками скоро у нас в Газпроме добыча газа станет нерентабельной, тотально. Не потому что газ дорого добывать, хотя есть проблемы там с точки зрения локализации месторождений и так далее, тем более шельф, да? А потому что, ну, грубо говоря, воровать-то меньше надо, чуть-чуть хотя бы, хотя бы чуть-чуть, да? Удерж надо уметь какой-то. Но интересно, что его интересует нефть. Вот от падения цен на нефть Россия пострадает в гораздо большей степени, чем от падения цен на газ. Не Россия, а конкретно российский бюджет. Потому что, может, не все знают, но газ в формировании бюджета и Газпрома играет очень скромную роль, в отличие от нефтяников, которые его формируют решающим образом, да? И вот падение цен на нефть, которое, в принципе, в долгосрочном смысле неизбежно, но в случае форсирования добычи сланцевой нефти, чем интересно, добыча сланцевого газа, значит, нерентабельна. А добыча сланцевой нефти гораздо более сложная по разным причинам. Она, в представлении господина Миллера, рентабельна. Это вообще какая-то аберрация сознания. Это просто психоз. Вот. И мне кажется, что вот то, что происходит, является прямым актом саботажа, наглого, публичного саботажа указаний президента. И господина Миллера надо госпитализировать, а компанию Газпром лучше продать американцам. Если она такая ценная, может, они за нее деньги дадут, в конце концов. Причем, обременением, значит, при продаже назначить психованного Миллера. И, кстати, между прочим, туда же можно продать медиа-активы Газпрома, потому что эти активы все равно работают на американцам в основном. Да вот пусть они за них и платят. Субтитры создавал DimaTorzok